Эстонская фирма Creative Mobile, занимающаяся производством видеоигр, сделала официальную игру по культовому сериалу «Секретные материалы». Игра называется «The X-Files Deep State». Так что теперь фанаты смогут не просто смотреть на скале и Малдера, но и самостоятельно расследовать паранормальные явления. И у нас в гостях продюсер этого проекта Алина Браздейкеня. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте сначала проясним, что значит игра официальная. Это значит, что когда мы ее запустим, нас не засудят. То есть мы уладили все формальные детали с компанией «Фокс», которая владеет этой франшизой. Мы провели слияние мозга для того, чтобы этот проект образовался. И удачно запустились на территории практически всех стран мира. Ну а насколько сюжет игры связан именно с фильмом «Секретные материалы»? Что там одинакового, а что различается? Достаточно связан. Мы запланировали такой виток истории, который ложится ровно между вторым фильмом по «Секретным материалам» и между новым сезоном, когда Малдер и Скалли уже ушли из ФБР, занимаются своими делами и больше не хотят искать истину. Но для этого у нас есть наши герои, которые помогают им и держат столпы мироздания в это же время. Ну и в целом можно сказать, что история попадает в канон. Малдер и Скалли будут в нашей истории, их можно увидеть. За них нельзя поиграть, но можно создать своего персонажа, который всячески настраивается и влипает во всякие неприятные ситуации. А сколько дней уже, когда стартовала ваша игра и сколько людей за эти дни скачали? Мы запустились во вторник. На вчерашний день у нас было около 40 тысяч на двух платформах. Ого, так много? Да, вчера... Или это соответствует прогнозам? Это чуть больше, чем мы ожидали, но поскольку вчера нас официально зафичерили Apple, у нас был очень красивый баннер на App Store, мы получили фичеринг от Google и получим фичеринг от Facebook, поэтому мы думаем, что фанатов будет еще больше. Слушайте, ну для нашей маленькой страны вот это звучит так круто, да? Мы выходим на такой глобальный уровень. В эту игру можно играть только на телефоне или на компьютере тоже можно играть? Нет, в нее можно поиграть на компьютере с социальной сети Facebook. Достаточно иметь там только свой аккаунт, зайти на наш сайт. Можно играть прямо там. Эти аккаунты можно связать с мобильными, то есть можно играть и на Facebook, и на мобильных девайсах. Вот вы уже сказали, что там можно кастомизировать своего персонажа. Что это значит? То есть любого соответствия? Можно прям свою фотографию подставить? Не совсем. Паспорт, да. Мало ли, с профиля на Facebook сразу берет и играет. Андрей размечтался. Ну а что? Ну мы планируем добавить эту функцию позже. На самом деле у нас сейчас есть нарисованные персонажи, которых можно выбрать, как мужчины, так и женщины разных рас, разных полов. Соответственно, можно настраивать костюмчики модные. Модные костюмчики все-таки будут ограничены формой или совсем там можно... Вы имеете в виду ужасные костюмы из 90-х? Нет, мы немножко их привели в форму. В соответствии с модой. Слушайте, вот к стыду своему признаться, я, конечно, знаю, что такое X-Files, кто такие Малдер и Скалли, но, наверное, даже ни одной серии от начала до конца вот так не посмотрел. Это значит, что не для меня вообще игра или связь с сериалом тут все-таки относительная, как вы сказали, и даже человек непросвещенный вроде меня может начать играть? На самом деле таких фанатов очень много, которые посмотрели, может быть, хотя бы одну серию, но все равно душой и телом с нами, потому что главная тема сериала — это поиск истины и борьба с силами, которые значительно превозмогают нас. Поэтому в этом плане, я думаю, мы унаследовали сериал во многой степени. Но у вас в руках есть смартфон, не зря, конечно, вы его держите, потому что можно на нем продемонстрировать, как, в общем-то, эта игра выглядит в реальности, да? Вот так мы запускаем ее. Так. Здесь два героя, которых мы выбираем. Да, вот этот парень слева — это наш персонаж, которого я выбрала. Не спрашивайте, почему игра за мужчину. Скажем, что это тест. У нас очень много разговоров с нашим партнером. То есть там ведутся диалоги, объясняются задания. Это все на английском языке там, да? Нет, она имеет локализацию на шесть языков, включая русский, итальянский, французский, испанский. Эстонский пока еще нет. Не добавили. Это международная фирма, да. Ну, эстонский рынок, наверное, может быть даже слишком маловат для вас, если вы там за первые несколько дней уже 40 тысяч скачиваний набрали, и хотите, наверное, все-таки действительно такими пяти-шестизначными цифрами оперировать. Я вам по секрету скажу, что все это время, на самом деле, игра была открыта на Эстонию. Мы тестировали в ней. Нам было так удобнее, поскольку команда разработки сидит. А что вы сейчас делаете? Сейчас я собираю улики на сцене. Ага, вы собираете улики. А скажите, вот если вы согласовывали это все с компанией Fox, для того, чтобы вас не засудили, то есть ли какие-то вещи, которые вы вот прям скопировали в свою игру, которые вот действительно очень напоминают сериал культовый? Я бы сказала две вещи. Первая — это структура эпизодов. В оригинальных секретных материалах есть мифологические серии, которые закладывают арку постоянных заговоров, противостояния с правительством, вот этого всего. То есть это сюжет, который перетекает из серии в серию. А есть «Монстры недели», это сцены, которые, точнее, эпизоды, которые никак не связаны с общим сюжетом, но при этом они самодостаточная история сами по себе. Это мы постарались сохранить. Вроде как фанаты очень довольны, слава богу, мы рады за них. А расскажите, как вы вообще делали эту игру? Сколько человек в Creative Mobile трудились над созданием этой игрушки? В Creative Mobile от 15 до 25 в разные производственные фазы. И сколько занял весь производственный цикл? Мы разрабатывали игру два года. Из них после первого года мы зарелизили нашу игру для теста в некоторых странах. Проверяли, как люди реагируют, как что работает, и потом шлифовали еще год. Ну, интересно все это. Конечно же, и удачи вам с вашим новым проектом. Напомним, что у нас в гостях была продюсер проекта по созданию игры The X-Files Deep State из компании Creative Mobile, Алина Браздейкеня. Спасибо вам. Спасибо.